Здравствуйте, уважаемые телезрители! Эфир телеканала ЛРТ продолжает программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях генеральный директор Люберецкого городского жилищного треста, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, Мамет Кискинович Азизов. Мамет Кискинович, здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть в нашей обновленной студии. Спасибо вам за внимание. Давно не виделись, накопилось много вопросов у жителей. У нас давайте начнем с главного. Я готов. Подходит к концу очередной отопительный сезон. Как с этой задачей справилась компания ЛГЖТ? А с какими проблемами столкнулись в 2017-2018 годах? Я думаю, у нас такая деятельность, что обманут, тем более публично говорить не получится, потому что все наши зрители являются в основном еще жителям наших домов. Зима была своеобразная. Погодные условия, вы помните, в декабре вообще снега не было. То плюс 20, то минус 10. Конечно, эти вносят определенные коррективы в наши деятельности. Нестабильность погоды отражается на нестабильность нашей деятельности. Но, к сожалению, даже к счастью, мы зимний отопительный сезон прошли удачно, без каких-либо эксцессов, как прошлый отопительный сезон. Единственное, нам помешал вот этот снегопад последний по кролям. Надеюсь, у вас на эту тему будут вопросы. Когда с самого отопительного сезона все вопросы снимались, аварийная ситуация ликвидировалась в нормативные сроки, особо жалоб на температурный режим, на какие-то недоподачи не было. Я думаю, что зрители подтвердят. Поэтому все нормально, все справились. Еще, правда, не закончилось. Я думаю, что две недели мы выдержим. Так что все нормально. Много поступает звонков в адрес нашей телекомпании с просьбами разобраться за Люмис Кровель. Как этот вопрос решается сотрудниками вашей компании и с какими проблемами чаще всего вы сталкиваетесь? Вы знаете, я абсолютно согласен. И действительно, ну, впервые после ледяного дождя, так называемого, 9-10-е годы, отопительного сезона у нас снегопадов таких не было. И реально мы упустили, я признаю, вот, упустили момент, в чем она выражалась. Нам надо было своевременно чистить кровли. Вы поймите, вот эти почти метровые толщины снег не так просто и невозможно столько людей обучить. Это же очень специфическая работа. Она связана с охраной труда, техникой безопасностью. Поэтому мы чуть-чуть отстали. Я провел анализ всего вот этих моментов. И на следующий год, если, не дай бог, будут такие погодные условия, у нас уже все готово. На ошибках мы учились. Я хочу принести извинить перед всеми нашими собственниками, жителями, у которых вот есть заливы, которые были. Могу со всей ответственностью заявить, что все адреса до единого, все на карандаше. Все, мы уже приступили. И буквально до 15 мая все кровли будут отремонтированы там, где есть более-менее проблема. Вот что касается кровли. И я заверю хочу наших жителей, что все те заливы, которые были фиксированы, если фиксированы, срочно обращайтесь. Соответственно, в ЖЭУ мы за все ответим в плане того, что или мы отремонтируем, или мы вернем деньгами все затраты, которые есть. Или мы в счет квартплаты. Вот три вида. Мне, конечно, обращение к нашим жителям. Желательно, конечно, в счет коммунальных платежей. Потому что сроку людей одновременно нанять и отремонтировать все невозможно. Люди некоторые сами умеют. Некоторым нужны деньги, чтобы самим закупить. Поэтому мы готовы по всем проблемам, которые есть. И согласно тому, что я сказал, пойти навстречу и решить все вопросы. Поэтому проблема есть, но она под контролем. Мы ее решим. Можно в процентном соотношении сколько уже удалось сделать? Посмотрите, было порядка около 200 заливов. Вот люди скажут, а вот нет, у нас там квартиры могут быть с одного залива, две пострадать. Около 800 квартир пострадало. Значит, вот сегодня из этих 200, ну где-то процентов 60 мы уже сделали. Уже сделали. Потому что снег сошел, и мы приступили. Это мягкие кроли, и жесткие, и шиферные. Осталось 40 процентов, которые мы с учетом майских праздников успеем сделать. И даже субботники, которые будут, мы людей, кровельщиков, которые работают, мы не будем отвлекать. Они будут заниматься, единственные специалисты, которые будут заниматься тем, что они должны заниматься. То есть починки кровель. Предлагаю сейчас перейти к более приятной теме. Не так давно, в начале этого месяца, многие жители получили квитанции за оплату жилищно-коммунальных услуг с пониженным тарифом. С чем это связано? Ну, это связано с тем, что наши жители в свое время и до сих пор уже завершили оплачивали общедомовый прибор учета. И они показали тот показатель, который, в общем-то, есть. Вы помните, декабрь был теплый. Я не знаю, в следующем году какие будут погодные условия, никто не знает. Поэтому за счет перешета мы вернули жителям порядка 70 миллионов рублей. На всех, если распределить, 70 миллионов. Кому-то 3 тысяч, кому-то 500 рублей, кому-то 2. И, вы знаете, мне приятно удивил один звонок. Человек записался ко мне на прием. А почему вы нам возвращаете деньги? Обычно говорят спасибо, что возвращают. А тут почему? Поэтому это тот случай, когда мы когда уговорили, что надо по федеральному закону 21-го установить приборы учета. Много люди скептически относились. И вот за один год почти половину той суммы мы вернули жителям. Поэтому это очень хорошая тенденция, надеюсь. Понимаете, здесь есть вещи, которые хотим мы, не хотим, невозможно спрятать. Вот прибор, вот показания. У каждого на жировке, так называемый, есть показания. Любой человек может сам почитать. Поэтому на основании тех форм и того, что есть законодательство, мы вернули деньги. Вместе с этим обращение к нашим жителям, если позволите. 70 миллионов мы вернули, но, к сожалению, нам должны 300 миллионов. Если можно, вот у кого мы вернули, верните нам эти деньги в виде долгов за прошлые года. Тогда у нас было бы обоюдное такое отношение друг к другу, что мы вам возвращаем, вы нам возвращаете долги. Это, надеюсь, тенденция будет продолжаться. Говоря о приборах учетов, есть дома, в которых еще не установлены они? Да. Статическая такая, из 840 домов 625 стоят. Почему других нет? Потому что и в законодательстве написано, что там, где нет технических возможностей, актом собственников, старшим по дому и управляющей компанией подписан акт, а то технические отсутствие возможностей. Это что такое? Там нет подвала, на земле же приборы не поставишь. Самострои, которые построены давно, 50-х годов, они действительно, ну там невозможно. И там люди платят по нормативу, которая еще была до установки. Так что не все дома. Ну, это 80%. То есть те дома, где есть техническая возможность, они сегодня полностью оборудованы? Все установлены, 100%. Хочу перейти к тоже такой животрепещущей теме. Это ремонт в подъездах. Многие ждут этого мероприятия. И когда же оно начнется? Когда зайдут на территорию дворов, домов сотрудники, которые приступят к ремонту в подъездах? Ну, знаете, она давно идет. Я могу сказать, что со всей ответственности, Люберец городской жилищный троист, один из немногих управляющих компаний, которые соблюдают нормативы ремонта лишних лет. А что такое? Каждые 5-7 лет. У нас даже 5 лет нет. У нас 7 лет нет. У нас 5 лет. Ну, вы знаете, было постановлено губернатором Московской области о ремонте подъездов. Вот мы уже второй год будет. В прошлом году мы отремонтировали около 700 подъездов. В этом году нам дали план 740. Почему дали? Потому что 25% от того количества, которое у нас есть. Я могу вам сказать, и все знают, мы первым завершили эту работу и даже помогли некоторым нашим коллегам. В свое время обратился к нам глава нашего округа Владимир Петрович в поддержке некоторых управляющих компаний, которые были оказываны в помощь, чтобы за весь округ отчитаться. У округа было 1200 подъездов. В этом году мы уже первый квартал завершили. Все цифры, все планы, которые были, мы успели их сделать. Но кому не пришли, скажем, живо у нас на сайте есть, когда, какой адрес, какой подъезд будет отремонтирован. И у меня просьба тоже к нашим жителям. Обычно, когда мы краску подбираем, кому-то нравится, кому-то нет. Мы максимально стараемся узнать мнение. Мы сами, это же подъезд не мой. Даже в моем есть люди, которые, у кого раза мнение. Мы, где есть конфликт ситуации, протокол собственников, и подписали, что этот цвет нам подходит. Мы вешаем на информационную стенду и все, и вопрос снимаем. Поэтому все пожелания мы учитываем. И могу доложить, что мы впервые в области, где-то даже обидно стало, впервые в области по программам губернатора в этом году область выделяет какие-то деньги на замену окон, на пластиковые, в подъездных клетках. Мы эту работу в прошлом году завершили. Поэтому Люберецкий городской жилищный трест на эту работу денег выделяться не будут. Потому что мы оказались впереди планеты всей. Но, тем не менее, приятно, чтобы мы сделали все. Хочу перейти от местного ремонта к, можно сказать, такому масштабному. Капитальный ремонт многоквартирных домов. Насколько мне известно, Люберецкий городской жилищный трест является генеральным подрядчиком по капитальному ремонту в Люберецком округе. Как справляетесь с этой задачей? И как удается совмещать с основной деятельностью? Мы действительно второй год выигрываем лот фонда капитального ремонта Министерства жилищного коммунального хозяйства Московской области. Для этого должны быть определенные параметры предприятия. Мы подошли по этим параметрам. Мы выиграли не только в Люберецком округе. В прошлом году мы выиграли Люберецкий округ, Жуковский, Броннице и весь Раменский район. Да, и еще могу поправить вас. Мы помимо генерального подрядчика стали подрядчиком на своем жилом фонде. Я сторонник того, что если у меня есть силы, есть коллектив, 800 человек. Зачем мне нужен человек, который я первый раз вижу, и вообще он не знает, о чем речь идет. Я почему так говорю, потому что когда в 14 году эта программа началась, я помню те кошмары в виде фирмы, которые предлагали областные структуры, какие-то другие структуры, мы до сих пор икаем от этого кошмара в виде зальтых квартир, в виде того, что недоделанных видов работ. Поэтому, когда я этого ханалию увидел, вышел с предложением фонд. Спасибо поддержку и министерстве фонда, наше предприятие поддержало. Как одно из крупнейших, может, самое крупное в своем деле, направляющих по московской области нам доверили. И результат, оно налицо. Если в тот раз, когда они работали, сотни квартир, когда мы работали, ни одной квартиры с зальтой, когда меняли кровь не было. И второе самое важное, вы поймите, мы делаем для себя. Вот тут, извините меня, очень хороший человек, он пришел, увидел, заработал, ушел. Поэтому, к сожалению, и многие фирмы исчезают с поля рынка, потому что есть гарантийный срок, а кого я найду, их уже нет. А в этом году, благодаря тому, что мы выиграли теперь, значит, мы выиграли Люберийский округ опять, мы выиграли Балашиху, Ногинский район, Электросталь. И хочу заметить, что мы, помните, я жаловался, что пришли сторонние организации, не наши городские, испортили нам, и настроение нашим жителям. В этом году, в округе тоже у нас получилось. Хочу выразить благодарность главе и поддержку министерства. Мы никого опять не пустили. Все будем делать сами. Есть понимание, есть сила, есть возможности. Мы этим воспользуемся. И хочу сказать, что раньше я сам, как житель Люберец, с завистью смотрел на московские дома. Если вы помните, у них вентиленеры, фасады, плитки их облицовывали. Еще тогда, когда фонд капремонт не было. В этом году мы впервые в городе Люберца 4 дома. Это инициативно 7. Это уридскую 6А и 2 дома на Космонату. Будем вентиленеры фасад. Как в Москве делали, из плитки, из современных материалов. Что это такое? Вот мы говорили о 70 миллионах. Когда мы соблюдаем и делаем такие работы, вот эти миллионы увеличиваются, потому что тепловой контур дома сохранен, или мы добавляем утеплитель совсем другие параметры. И вот возврат денег в таких домах со временем людям будет больше. Поэтому вот впервые, и слава Богу, нас поддержал тот, хочу выразить опять, благодарность. Человеку вообще должен был благодарен. Фонд капремонт Московской области, который пошел нам встречу и поддержал нашу идею. О взаимодействии с советами многоквартирных домов. Тема достаточно интересная, тема достаточно обширная. как выстроена эта работа? Ну, честно говоря, я в свое время, когда говорили об этом, что этот институт хороший, его надо поддержать, ну, был как человек, который на той стороне баррикад. Мы же как думаем, если управляешь компанией, мы на этой стороне. Признаюсь, что я был неправ, потому что мы делаем общее дело. Потому что собственникам нужно, чтобы у них были блага, которые обязаны быть, а мы должны блага обеспечить. Поэтому мы должны быть вместе. И сегодня скажу, что у нас очень хороший налажен контакт. Мы давно на рынке, я не люблю это слово, мы давно этим делом занимаемся у нас, на предприятии есть традиции, к нам отношение другое, чем тому, я понимаю, пришел человек, завтра, здравствуйте, я ваш управляющий. Поэтому, если что, абсолютно нормальность тут, мы его всячески поддерживаем. Вы же поймите, нравится Азизову, не нравится. Сегодня многие федеральные законы таковы, что если дом сдаешь в ремонт, акт должен в сдаче объекта в ремонт, подписать старший по дому или совет дома. И выход из ремонта должен подписать, что все работы выполнены, качество и работа соответствует, цвета подходят. Это же великолепно, когда житель сам принимает, собственно, сам принимает участие. До, во время и после. Но я считаю, что сегодня собственно, самый лучший контролер, у нас есть свой технический надзор, но если жителям не понравится, ему технадзор никогда не подпишет. Поэтому мы сегодня занимаемся общим делом. Я считаю, что это очень хорошо. У нас, я считаю, абсолютно нормальные взаимодействия. Они меняются. В основном там люди возраста, которые более-менее не обремены отсутствием времени. Поэтому некоторые приходят сами, хотят быть представителями, некоторые хотят с себя полномочия снимают. Процесс такой живой. Я сторонник, я их всячески поддерживаю. Я говорю начальникам ЖЭО, они наши помощники. Они наши лучшие глаза на тех домах, где они живут. Одно дело, один техник на 8 домов или там в одном доме 8 помощников в виде собственников. Все-таки лучше. Мы поддерживаем. Почему изначально отнеслись скептически? Боялись, что будут мешать вашей работе? Будут вмешиваться? Вы знаете, слово боязнь, может быть, не совсем подходит. Мне уже что бояться столько лет. Боялся одного дилетантства. Понимаете, у нас почему-то считают, что все могут все. Если я учился, я на это институт закончил, по этой специальности пришел, но, наверное, что-то умею. А когда у нас все-всем хотят заниматься, у нас были ситуации, я спрашиваю, вот вы не даете моим... Ну, доходил до абсурда. Не дают штукатурить, не дают красить, вы нарушаете якобы технологию, вы неправильно все-таки. Я говорю, простите, вы кто? Я при конфликте сиду, я фармацевт. Понятно, после этого таких примеров особого желания не было. Но потом, слава богу, время рассудило, сегодня мы понимаем друг друга, фармацевт уже нам не мешает, более-менее квалифицированный строитель, много специальностей, инженер, который нам сегодня помогает. То есть вы делаете одно дело, договариваясь и решая его сообща. Все правильно. Мамед Кискинович, недавно был принят закон о прямых договорах с поставщиками услуг. Для жителей это выгодно. А как к этому закону относитесь вы? Этот закон не будет действовать в том виде, который написано. К сожалению, много я к закону, и я вам со всей ответственностью заявляю, потому что должен или создавать на окружном уровне, опять не на областном, какой-то оператор, который этим будет заниматься, обратно за всех, расщеплять, чем мы занимаемся как управляющая компания. Тогда, наверное, да, имеет смысл. А так, вы можете представить, вот у вас 5 кафетанций или единый платежный документ. Кто будет его формировать? Теплосеть свой, водоканал свой, жилищный трейд свой, электросеть свой, ну, может, газовщики свои, что опять 10 бумаг. Там вот у меня, я когда читал закон, мне больше возникло вопросов, чем ответ. Я управляешь компанией, для меня лично, как руководитель, великолепно. Я буду отвечать только за то, что я собираюсь за свою деятельность. Отвечать, почему у нас вода не соответствует температуре режиму, почему у нас тепло, ну, тепло не поддаются. Я не буду отвечать на этот вопрос. И слава тебе, Господи. Я как руководитель за, а как гражданин, который и депутат местного уровня, ну, я считаю, что этот закон не будет работать в том виде, который написан. Колюш, разговор зашел о должниках, предлагаю перейти к вашим должникам. Много ли их сегодня? Насколько мне известно, в этом направлении вы начали работать уже несколько лет назад. Создавалась специальная группа по работе с должниками, и эта деятельность принесла серьезные результаты. По-моему, сегодня Люберецкий городской жилищный трест одна из ведущих компаний практически со стопроцентной оплатой. Есть ли сегодня должники, и как ведется работа с ними? К сожалению, в прошлом году наши показатели упали на полтора процента. Пять лет собирали по сто, потом полтора процента, для нас это большие деньги по году. Ну, это 60 миллионов. А вообще, жители нам должны 300 миллионов. Должники были, есть, но буду мечтать, что их не будет. К сожалению, ситуация, понимаете, какая. Очень много должников, я их называю абсолютно бессовестными людьми, они покупают много квартир, они их сдают и не платят. Это первый бич. Вы же знаете, когда в любом доме не подъехать, не подойти машин на машине. В семье две машины, квартплату не платят. Семья сдают квартиру, квартплату не платят. Я уже не говорю, самое обидное мне, поймите правильно, я всегда говорил и повторюсь, я вот преклоняюсь перед нашими ветеранами, они самые лучшие плательщики. Вы понимаете, вот человек есть на что выпить, на что жить, заправляет, ходит, а вот за что заплатить, об этом годами не думают. У нас сегодня 30 с лишним миллионов долг, при этом жилищные трейсы все обязательства выполняют. Как это получается, объясню. Мы многие виды работ делаем собственными силами, за счет этого многие вещи остаются в виде прибыли, в виде каких-то других благ у себя на предприятии. Понимаете, в принципе, сегодня закон позволяет, я могу иметь, я уже извиняюсь, двух замов, одного бухгалтера ходить с чемоданом и радоваться жизни с бумагами. Но нельзя этого делать, потому что это живой организм. Нельзя его так относиться. Поэтому просьба мне к нашим жителям, если вы позволите, уединил просьба, пожалуйста, впереди лето, впереди, я понимаю, вам деньги нужны, да и нам нужны, потому что у нас очень много вопросов по благоустройству, по асфальтируем, по подготовке жилого фонда, где мы с вами проживаем, к отопительному сезону. Просьба, пожалуйста, платите своевременно квартплату и я вам буду очень благодарен весь коллектив, потому что мы за счет этого, может быть, какие-то дополнительные вещи для вас тоже сделаем. Мамед Кискиныч, в апреле в Люберецком округе да и во всей Московской области два общеобластных субботника. Скажите, пожалуйста, как будут работать в эти дни сотрудники Люберецкого городского жилищного треста и будут ли на эти мероприятия приглашаться жители? Да, конечно. Во-первых, весь коллектив будет работать, кроме Курочка, я уже говорил, и у нас для этого все есть, мы будем работать по городу, не у себя, на базах. Все восемь ЖЭУ, которые есть, и жители знают, ждут наших жителей инвентар в виде мешков, там, перчаток, грабель, вилл, все готово. Но учитывая, что у нас за эти годы мы установили очень много заборов, мы основное направление на покраску, на забору, там, детских площадок на это потратим. Поэтому мы с удовольствием ждем жителей, и хочу заметить, что наших активных жителей становится, скажем, год все больше и больше. Ну, и уверяю вас, всем найдется работа. Я просто призываю и приглашаю вас. У нас в трех местах, в трех ЖЭУ, тоже во всех ЖЭУ, есть специальные чайпития, музыкальная программа, какие-то маленькие угощения, какие-то призы, какие-то значки. Поэтому приходите, превратим действительно и праздник, и заодно уберемся после, ну, зимнего периода. То есть, такое приятное времяпрепровождение. Да. Ну, я хочу заметить, что в ЖЭУ будет не два субботника, а три, потому что, учитывая нашу сферу деятельности, мы, к сожалению, не справляемся двумя субботниками. Мы можем ее провести и в течение недели, и в середине недели. Поэтому, если наши жители увидят, что наш коллектив вышел, вы можете присоединиться. Мы всегда будем рады. Мамед Кискинович, большое спасибо вам за то, что нашли время прийти к нам в студию, рассказать о работе Люберецкого городского жилищного треста. Конечно, есть еще вопросы, а это значит, что есть повод встретиться вновь. Я всегда готов. Спасибо. Большое спасибо. Нашим телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был Мамед Кискинович Азизов, генеральный директор Люберецкого городского жилищного треста, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Вы смотрели программу «Открытый диалог». Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова